Итак, тема сегодняшнего вебинара «Подготовка к ОГЭ в 2024 году по физике. Разбираем задание с развернутым ответом». Проведет вебинар Галина Сергеевна Безуглова, кандидат физико-технических наук, математических наук, автор пособий нашего издательства. Материалы сегодняшней встречи, а это презентация, видеозапись, будут размещены сегодня на нашем сайте по завершении вебинара. Сертификаты в электронном виде отправляются автоматически на вашу электронную почту, также по завершении вебинара. Хочу напомнить о том, что заполнять анкету при регистрации на вебинар нужно корректно. Дело в том, что все данные для вашего сертификата автоматически подтягиваются из этой анкеты. Поэтому следует заполнять все требуемые ячейки – фамилию, имя, отчество, именно в таком порядке. Далее – должность и место, где вы работаете, название вашего образовательного учреждения нужно сокращать до аббревиатуры. И, конечно, обращайте особое внимание на написание адреса электронной почты, потому что, если в ней встретятся ошибки или опечатки, то вы своего сертификата, естественно, не получите. Уважаемые участники, надеюсь на вашу активность. Пожалуйста, все вопросы лектору адресуйте в чат. Ну, а я передаю слово Галине Сергеевне. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодняшний наш вебинар посвящен заданиям с развернутым ответом из ОГЭ по физике. Для начала, немножко позвольте мне рассказать о наших книжках. Так как мы сегодня говорим об ОГЭ, то вначале у нас идут книжки по ОГЭ. Я хочу рассказать вам про первую книжку. Это книжка с вариантами. Книжка содержит 30 вариантов, написанных в этом году, то есть новых вариантов, специально для этой книжки нашим коллективом авторов. В конце книжки есть ответы, естественно, на все задания. И, кроме того, приведены образцы решений всех заданий второй части. То есть всех заданий под номерами с 20 по 25 получается. И, кроме того, для 9-9 классников, для подготовки к ОГЭ у нас есть задание, книжка под названием «Тематический тренинг» ОГЭ 2024. Она содержит в себя около 1000 заданий. Опять же, какая-то часть из них приведена сразу с решениями, ко всем заданиям даны ответы. И соответствует всем кимам этого года, то есть спецификации, кодификаторам. Еще раз повторюсь, здесь около 1000 заданий по всем разделам физики. И внутри книжки все задания разбиты по разделам, под разделам, по типам заданий. То есть сначала задания по механике, расчетные отдельно, база уровня сложности, повышенная уровня сложности, задания соответствия отдельно и так далее. И в этом году у нас еще по ОГЭ мы подготовили вот такую небольшую брошюрку, которая посвящена решению задания номер 17. То есть это решение задания экспериментальному. Сейчас я на слайдах прикручу. Вот пример одной из страничек этой книжки. То есть эта книжка посвящена именно экспериментальному заданию. То есть тому заданию, которое выполняется на реальном оборудовании и результаты записываются на планке, проверяются экспертом и, собственно, входит в эту часть. Примеры решения, образцы, выполнения и как вообще проверяться, задания мы чуть поговорим попозже. Пока вот просто вот наша книжечка, но посвящена именно решению этих заданий. Она содержит в себя, по-моему, 24 разобранных варианта таких заданий, включая теорию и вот такие вот образцы выполнения, где есть схема эксперимента, как нужно заполнить. И, собственно, ученику, выпускнику, девятикласснику нужно провести эксперимент, заполнить, вписать недостающие. Ну и, собственно, это будет как образец выполнения такого задания. Кроме того, у нас в этом году уже, по-моему, 15-е издание нашего карманного спрашивания по физике, который содержит все необходимую теорию не только для девятого класса, но и для ЕГЭ, ну и ВП, конечно же. И наши книжки для ЕГЭ. Во-первых, это книжка с вариантами. Книжка содержит даже для девятого класса 30 вариантов, но их написано для этого года. Эти варианты полностью соответствуют августовским изменениям в КИМах для ЕГЭ. Там 26 заданий, последнее задание не статика, убранные задания с графиками. То есть, эта книжка полностью соответствует последним КИМам. Сейчас расскажу про тип-тренинг. В книжке также, как и для девятого класса, есть ответы ко с ним заданиям. И, конечно же, вторая часть приведена сразу с примерами оформления, выполнения решения этих заданий. КИМ-тренинг у нас выпускался до изменений, до августа, выпускался летом, но там нет, там, может быть, есть что-то лишнее осталось, например, те же самые задания с графиками, которые, как по мне, очень полезно решают на самом деле. Там, где поставите в соответствии с зависимостью и графиками. То есть, там, может быть, лишнее сейчас есть, но нет такого, чего бы там предоставало. То есть, там, например, те же самые задания номер 26, типа механики, даны сразу с обоснованиями, с примерами. То есть, книжка полностью соответствует последним изменениям. Ну, а то, что есть немножко лишнего, то, в принципе, для подготовки это не всегда бывает лишним, на самом деле, как мы все понимаем. То есть, на самом деле, тем тренинг содержит тоже большое количество заданий. Примерно третий из них приведена сразу с решениями, в конце книжки отдельно, конечно же, и ко всем заданиям даны ответы. И в дополнение, во всех книжках и с вариантами, и в тем тренингах, это 9-11 класса, в начале книжки проводится теория. Вся необходимая, в принципе, для решения задач. Тут у меня на слайдах нет, у нас есть еще книжка «Физика ЕГЭ с развернутым ответом». То есть, эта книжка посвящена решению именно заданий с развернутым ответом на ЕГЭ. Сейчас они стоят под номерами, получается, 21-26. Это 6 заданий последних. Качественно, одно расчетное задание. И все примеры таких заданий с решениями, с ответами вы можете найти в этой книжке. Книжка содержит себе, по-моему, около 700 заданий, повышенного, высокого уровня сложности. И примеры оформления. Кроме того, у нас есть еще большой справочник по физике, в котором есть много теорий, много задач. И задачи, они именно разобраны. То есть, там нет задач для самостоятельного решения, как, например, в книжке с заданиями развернутого ответа. Но здесь к теории прилагаются сразу примеры заданий такого вида, как они выглядят на ЕГЭ раз до уровня сложности, сразу с решениями. То есть, такая интересная книжка, по которой можно повторить теорию и посмотреть, какие именно задания по ЕГЭ, по этому кусочку теории, могут попасться. По книжкам, наверное, все. Вижу, у нас стало больше. Поэтому, собственно, давайте начинать наш вебинар. Итак, ОГЭ-2024. На самом деле, оно по своей структуре никак не отличается от ОГЭ прошлого года и даже, по-моему, позапрошлого. Итак, что в себя включает ОГЭ? ОГЭ включает в себя 25 заданий, из которых два задания. Это задания с кратким ответом в виде одной цифры. Это задания, где нужно из предложенных вариантов ответа выбрать один. Ответ стоит под номерами. Они сейчас в ОГЭ, получается, под номером 3. Это задания, где нужно из предложенных объяснений какого-то явления выбрать одно верное. И задание номер 15, где нужно по представленному, например, какому-то прибору определить его показания прибора. Точнее, ну, определить и выбрать из предложенных вариантов, какой из вариантов верный. Следующее задание с кратким ответом в виде числа. Это задание расчетное базового уровня сложности. То есть выпускнику прилагается решить задачку и вписать в бланк ответов полученное число с учетом, естественно, требуемого единицы измерения требуемой в задачке. Таких заданий шесть. Они по всем разделам физики есть механика, механические явления, тепловые явления, электрические явления и даже назначка по плану физики. Кроме того, в каждом варианте есть десять заданий с краткими ответами в виде набора цифр. Это задание на соответствие и на множественный выбор. То есть первый тип задания – это когда нам дана какая-то таблица, например, с формулами и физическими личинами, нужно поставить их в соответствие. Или, может быть, с графиками и физическими личинами. Или задание номер 18, где нужно сопоставить ученого и его изобретение. То есть это задание на соответствие. Они обычно оцениваются в 2 балла, и в ответе нужно записать 2 цифры. Второй тип задания с кратким выбором ответа в виде набора цифр – это задание на множественный выбор. Когда нам дается, ученику дается на выбор 5 утверждений, из которых нужно выбрать 2 верных утверждения. Тоже оценивается оно в 2 балла. И такие задания есть по всем разделам физики. И последнее – это задания с разумным ответом. Их в каждом варианте 7 штук. То есть это те задания, которые нужно привести полное решение или объяснение. Они оформляются на одином листе и проверяются уже экспертом на одином бланке. Таких заданий 7 из 25, и при этом из 45 доступных баллов они дадут 18. То есть это задание нужно решать. Какое у нас разбиение по разделам физики? Как видите, у нас может быть разное количество заданий и вариантов, потому что уже несколько лет у нас в каждом варианте задания выстраиваются не по разделам физики, задания которых они проверяют, а задания выстраиваются по проверяемым умениям. То есть сначала у нас идут общие задания, потом задания расчетные базовые сложности, потом задания на соответствии. Причем задания на соответствии могут быть в одном варианте механика и электричество, а в другом варианте оптика и тепловое явление. Поэтому у нас может быть в разных вариантах разное количество заданий. Например, в квадратном выявлении может быть или одна задачка, или две, или три, или четыре, в зависимости от того, какой вариант опадется. Итак, что такое на задании с разумным ответом? Их всего 7, и первым по номеру стоит задание номер 17. Это задание экспериментальное, как оно называется. Для его решения ученик университет будет провести какой-то опыт на реальном оборудовании и записать его результаты на отдельном листе. Оно проверяет умение проводить косвенные измерения физических величин и исследует зависимость между величинами. Оценивается в 3 балла и имеет высокий уровень сложности. В следующем идет задание номер 20. Это качественная задачка. И это задание основано на тексте физического содержания, который будет стоять под номером 19. То есть, выпускник, прочитав текст, должен разобраться в нем и ответить на качественную задачку, которую будет стоять под номером 20. Оценивается такой ответ в 2 балла и имеет повышенную уровень сложности. Задание номер 21 и 22 – это тоже качественные задания. То есть, задания, в которых не нужно проводить никаких расчетов, нужно объяснить какое-то явление. Оба этой задачки оцениваются в 2 балла и имеют повышенную уровень сложности. 23, 24, 25 – это расчетные задания. То есть, это уже задача. В стандартном понимании при решении нужно ее правильно оформить. Дальше разберем, как имена. Записать все формулы необходимые, математические преобразования провести, подставить значение физических величин, получить ответ, записать его с единицами измерения. Радница только в том, что 23-е задание имеет повышенную уровень сложности. То есть, оно немножко проще, чем 24-е, 25-е. Но при этом все трения оцениваются в 3 балла. Каждая из них оценивается в 3 балла. И, в принципе, критерии оценивания у них очень похожи. Но единственное, что вот это задание несколько легче должно быть теоретически. И 24-е, 25-е задания, они еще могут быть комбинированными. То есть, они могут в себя включать, например, проверять знания детей из нескольких разделов физики. То есть, одновременно, это может быть задание, где нужно будет знать, вспомнить, написать формулы и из механики, и из, например, тепловых и линий. А может быть, это будет только механика, но разные ее подразделы. То есть, это будет более сложная задача. Это 4, номер 25. Они имеют высокий уровень сложности и оцениваются в 3 балла. Начнем мы с экспериментального задания. Как я уже говорила, это задание, которое проводится на реальном оборудовании. И оно должно проверять умение проводить косвенное измерение физических величин или второй тип этого задания – умение представлять экспериментальные результаты в виде таблиц, графиков или схематических рисунков и делать какой-то вывод из полученных значений. Максимальный балл за выполнение – 3 балла. И каждое задание рассчитано на направление прямых измерений с использованием стандартных измерительных приборов. Набор этих приборов может быть разный в зависимости от того, что, собственно, нам нужно найти или измерить. Первый тип задания номер 17 – это задание, когда нужно найти какую-то физическую величину. То есть нужно провести измерение других физических величин, записать все это соединительными измерениями, из погрешностей измерения, и найти третью физическую величину. В качестве примера у меня здесь задание из механики. Используя штатив с держателем, пружину со шкалой, ну или линейку, динамометр, соберите экспериментальную установку для измерения жесткости пружины. Определите жесткость пружины, подвесив к ней груз. Для измерения веса грузов используйте динамометр и указаны абсолютные погрешности измерения динамометра и линейки. Кроме того, прямо в задачке есть схема, по которой нужно решать. То есть ничего выдумывать ребенку не надо, ему нужно идти строго по указанной схеме. Планки ответа. Сделайте рисунок экспериментальной установки, запишите в формуле расчета жидкости пружины, укажите результаты измерения веса грузов и динамометр и динамометр и погрешности измерений и запишите числовое значение жесткости пружины. У него есть 4 пункта, на каждой из которых он должен дать ответ. Образец выполнения этого задания видите на слайде. Идем по той же схеме. Первый пункт – экспертальная установка. Вот ее рисунок приведем. Второй пункт – нам нужно указать формулу, по которой мы будем проводить расчеты. Сила, у нас на рисунке обозначена сила пругости, обозначена сила тяжести, они друг другу равны, поэтому наше коэффициент жесткости будет равна отношению веса тела к удлинению пружины. Третий пункт – нужно, собственно, ребенку измерить и потом записать эти измерения в бланк ответа. То есть он измеряет удлинение пружинки, записывает с единицами измерения, с абсолютными погрешностями измерения, и с единицами, естественно. Причем эти абсолютные погрешности измерения даны в самом задании. То есть в самом задании прописано, что погрешность измерения удлинения пружины 2 мм, погрешность измерения веса грузов равняется 0,1 нюн. Кроме такого варианта может быть написано абсолютные погрешности измерений принятия равными половине цене деления прибора, или цене деления прибора. Но в любом случае эти погрешности будут в самом задании указаны. То есть нужно просто их не забыть. Записали все измерения, излияние пружинки, вес, и посчитали К. Удлинение пружинки 4 см, вес 2 нютона, значит, у нас жесткость пружины 50 нютонов на метр. И такое запись, такое решение будет оцениваться в 3 балла, потому что здесь есть первое рисунок эксплуатальной установки. То есть вспоминаем тот список из самого задания. Что у него должно быть? Второе формула для расчета с комовеличины. Вот оно у нас есть. Правильно записаны результаты прямых измерений с учетом заданных обширных погрешностей измерений. Удлинение пружинки, веса, все есть. И полученное правильное числовое значение с комовеличиной. Это тоже есть. Соответственно, так как все пункты указаны, все верно, за это решение получается 4 балла. Вот образец решения этой задачи. Тут будет несколько презентаций примеров решения. В основном они взяты с сайта FIPI. Там есть документ в открытом доступе, в котором есть образцы выполнения, критерии оценивания. Вы можете включать и посмотреть. Вот один из таких вот примеров решения задачки. И вот такое решение тоже ценится в 3 балла. Потому что, опять же, здесь есть все, что необходимо. Есть рисунок экспериментальной установки. Вот он. На нем указаны силы необходимые, которые действуют на тело. Есть формула, по которой нужно будет посчитать жесткость пружины. Проведены измерения веса грузиков, удлинение пружины с единицами, с абсолютной прогрессностью измерения. И проведен расчет жесткости пружины. Все есть. Все записано. За вот такое решение выпускник получит 3 балла. Теперь рассмотрим решение на 2 балла. 2 балла получает 9-классник, если у него записаны правильные результаты из прямых измерений вместе с погрешностями. И при этом в одном из элементов ответа 1, 2 или 4. 1 – это схема, 2 – это формула, а 4 – это подсчет. В одном из этих элементов допущена ошибка. Или один из этих элементов отсутствует. Как мы видим, здесь нет пункта о том, что нет третьего подпункта, то есть не проведены измерения, или они записаны неверно. То есть 2 балла получает 9-классник, если у него есть все измерения, проведены и записаны с абсолютными погрешностями, но не хватает или неправильно нарисован рисунок, или формула, или подсчет. Другой вариант работы оценивания на 2 балла, приведен на слайде. Здесь есть рисунок уже, но не такой подробно не написано, где спрятана дельта и что мы измеряем. И, кроме того, здесь не объяснено, почему мы приравниваем силу пругости весу. На предыдущем слайде и на образце там прямо на рисунке было нарисовано, что у нас вверх действует сила пругости, в ней действует сила тяжести, которая равняется весу, поэтому мы приравниваем, можем найти жесткость пружины. Здесь такого объяснения нет. То есть нет пояснений, как мы получили формулу, хоть она и верная, но так как нет объяснений, уже один балл теряется. При этом измерения проведены. Решение на один балл. В нем записаны правильные результаты прямых измерений с учетом задных погрешностей, но в элементах 1, 2 и 4, то есть схема, формула и вывод, результат, присутствуют ошибки или эти элементы отсутствуют. 2 балла давалось, если не хватает чего-то одного из этих подпунктов, 1, 2 или 4. 1 балл, если не хватает нескольких. Но здесь опять же не… А тут формула неправильная, по которой расчет ведется. И опять же непонятно, почему мы вообще приравниваем. Ирина Николаевна… Это из какого-то предыдущего слайда тут вопрос. Ну там измерения. Сейчас я назад вернусь ненадолго. 5 сантиметров плюс-минус 2 миллиметра. Ну, Ирина Николаевна, я, к сожалению, не могу понять, что имеете в виду. Напишите подробнее тогда. Мы немножко вернемся обратно. А, выше обратно, еще дальше. Тут. 5 сантиметров плюс-минус 2 миллиметра. Измерение. 5 сантиметров плюс-минус 2 миллиметра. Тут везде записано измерение правильно. С абсолютными погрешностями. Вот если измерение записано без погрешности, то когда у нас измерения и погрешности в сантиметре-миллиметре в разных измеряются, то есть разные единицы измерения, ну, можно. Можно в скобочке совместить и одну единицу измерения. 0,05 метров. Ну, вас просто не совсем понимаю. Плюс-минус 2 метра, ну, не может погрешность быть 2 метра. Наверное, просто друг друга не понимаем, что имеется в виду. Так. И самое главное, что если ребенок так оформлять, можно. 2 миллиметра. Сейчас. Ирина Николаевна спрашивает, можно ли, насколько я понимаю, оформлять измерения, когда у нас то, что нам показал прибор наш, показания прибора и погрешности, мы записываем в разных единицах измерения. То есть, например, 5 сантиметров плюс-минус 5 миллиметров. 0,05 метров плюс-минус 2 миллиметра. Никто не запрещает. Можно так делать. Можно, как вот в 11 классе уже всех учат, точнее, как проверяют в 11 классе в задании номер 19 сейчас получается. В скобочках пишется показания прибора плюс-минус погрешность, и за скобочкой уже едины для них двоих единицы измерения. Но так тоже можно. И вот самый главный нюанс задания номер 17 в том, что если ребенок не запишет показания прибора с погрешностями, то есть, если он просто запишет показания прибора про погрешности, не будет знать, забудет, не обратит внимания, то он получит только 0 баллов. Потому что во всех предыдущих оцениваниях, там на 2 балла, на 1 балл, на 3 балла, было написано, что проведены измерения и записаны с абсолютными погрешностями. И 0 баллов, соответственно, все остальные случаи. Поэтому если выпускник напишет измерение, проведет измерение и запишет его результаты без погрешности, то по факту ему этот номер не зачтется. Он получит 0 баллов, несмотря на то, что если у него будет все остальное, если у него там будет нарисована схема измерения, будут расставлены силы, будет найдена правильная формула для вычисления, ну, там в случае жесткости пружины, для вычисления какой-то физической величины. И проведен расчет, но сами измерения будут записаны без погрешности, то он получит 0 баллов. Это вот то, что нужно детям донести. Это было задание номер 17 первого вида, то есть то задание, когда нужно провести одно измерение на основе этого измерения найти какую-то физическую величину и записать ее значение. Задание номер второго типа, номер 17 экспериментальное, оно требует уже провести несколько измерений, ряд измерений, и на основе получившихся данных, которые нужно записать в табличку или в графике изобразить графиком, нужно сделать какой-то вывод. Но опять же все подробно расписывается на задании. Само задание, оно в принципе очень похоже на предыдущее, по смыслу. Тоже есть штатив, пружина, динамометр, есть грузики. Но теперь нужно собрать установку для исследования зависимости силы пругости, возникающей в пружине, от степени ее растяжения. Опять же есть план выполнения. Нужно определить растяжение пружины, подвешивая к ней поочередно 1, 2, 3 грузика, динамометр, линейка, погрешности данным и, собственно, план. Сделайте рисунок установки опять. С учетом абсолютной погрешности укажите результаты измерения веса грузов и удлинения пружины для трех случаев в виде таблицы или графика. По-моему, это удобнее таблицы и нагляднее. И третий пункт. Сформулируйте вывод о зависимости силы пругости, возникающей в пружине, от степени растяжения пружины. Примеры выполнения этой работы. Схема дана. Результаты измерения представлены в табличке. Там можно было еще графиком. Ну, можно табличка. По-моему, табличка нагляднее и проще. И ошибиться труднее. Все измерения даны сразу с абсолютными погрешностями. Миллиметры, ньютоны. И на основе этой таблички делается вывод, что при увеличении растяжения пружины растяжение пружины увеличивается. Сила пругости, возникающего пружины, также увеличивается. То есть по плану из самого задания все в этом примере решения есть. Такое решение ценится в 3 балла, потому что здесь есть и рисунок экспериментальной установки, и таблица или график со всеми измерениями. И сформулирован правильный вывод. Если представлены верные результаты трех измерений силы пругости и удлинения с учетом абсолютного погрешности измерения, но в одном из элементов ответа 1 или 3 присутствует ошибка, или даже этот элемент отсутствует, ставится 2 балла. То есть есть табличка или графика со всеми измерениями, но нет схемы установки или, несмотря на правильно заполненную табличку, вывод сделан неверным, потому что сила, возникающая в пружине, уменьшается. И тогда эта работа оценивается на 2 балла. Но при этом табличка с измерениями и с учетом погрешности она обязательно должна быть. В один балл оценивается решение задачи, если там, во-первых, ошибки какие-то есть на рисунке, на схеме установки или выводе, и при этом или, может быть, есть рисунок, но одно измерений проведено с ошибкой. То есть есть можно, в одном из измерений допущена ошибка, или там не написано погрешность, например. Это оценивается в 1 балл. Но при этом есть рисунок и переведены результаты измерения остальных. 0 баллов оценивается, соответственно, если нет ни того, ни другого, или разброс, или непонятно, или не то. Или, опять же, если нет абсолютных погрешностей, не учитывается. То есть да, детей мы должны донести о том, что при выполнении, при оформлении знаний на 17 эти абсолютные погрешности описать обязательно. Сами эти погрешности, значения нужно взять из самого задания, потому что в основном они даются прямо в задании. Написано абсолютно погрешность измерения, динамометра, амперметра, линейки, принятие равным тому-то. Еще раз немножко про нашу книжку. Вот в нашей книжке, которая новая именно по заданию номер 17, там приведены такие шаблоны заполнения, где есть уже рисунок и выпускнику необходимо эта книжечка, вот которая тоненькая брошюрочка, такая вот небольшая. Вот там приведены именно вот такие, такого плана рисунки, установки, где нужно выпускнику, соответственно, может, где-то расставить силы, заполнить таблицу, сделать правильный вывод на основе почин таблицы, посчитать какую-то физическую величину. И здесь все экспериментальные, все предложенные работы, они основаны на открытом банке задач. А теперь по поводу лабораторных работ, что еще можно найти в КИМах. Если вы откроете документ спецификации, там в конце, сам в конце, уже после таблички с разделением на задание, там будет описаны комплекты, которые могут использоваться при лабораторных работах. Они выглядят таким вот образом. То есть, комплект номер 1, их там получается 6 штук, из них написано, что 2 не используются. Нет, 7 штук. 7 штук, из них 2 не используются. Не используются в этом году. То есть, там так и прописано, что комплект номер 5 и 7 в этом году на ОГЭ не используются. Это комплекты, один комплект это связан с тепловыми явлениями. Но сейчас в спецификации прописано, что задание номер 17, но может быть только или по механике, или по электричеству. То есть, по тепловым явлениям сейчас нету. И, в принципе, несмотря на то, что комплект там указан, есть что должно включать оборудование. Там же прописано, что в этом году тепловые явления на ОГЭ, на в создании 0.18 проверяться не будут. И второй комплект, который тоже в этом году не учится, по крайней мере, так написано спецификация, это комплект, который включает в себя наклонную плоскость и колебания. Написано, что в этом году на ОГЭ этот комплект используется не будет. А что будет использоваться? Например, этот комплект номер один. Весы, цилиндр, стакан, динамометры, еще три цилиндра, четыре разного вида. И этот комплект будет использоваться для того, чтобы можно было измерить среднюю плотность вещества, архимедовую силу, исследовать зависимость архимедовой силы от объема погруженной части тела в воду, или, например, исследовать плотность жидкости в зависимости от почта в подталкивающую силу, с которой действует эта жидкость на опущенный в нее цилиндр. Кроме того, есть комплект номер два, который предназначен уже для измерения силы пругости, жесткости пружины, коэффициента трения скольжения, работы силы трения, силы пругости. Или второй тип заданий. Нужно исследовать зависимость силы трения скольжения от сил нормального давления, или, например, зависимость силы пругости возникающей пружины от степени деформации пружины. Это вот тот пример, который мы смотрели. Третий комплект – это уже электричество. Он должен позволять ребенку измерить электрическое сопротивление, зависимость силы тока, возникающего проводника, от напряжения на концах проводника, работы силы тока. Проверка, что происходит с напряжением и силой тока при последовательном соединении проводников, параллельном соединении проводников. Электричество. И четвертый комплект – это линзы. Оптика. То есть измерение оптической силы линзы, или построение изображения с помощью линзы и описание типа изображений, которое получится мнимое, действительное, или увеличенное, уменьшенное. И последний комплект – это стома «Возвращаемся к механику» и к рычагу. То есть это комплект, который позволит изучить, позволит найти в выпускнику в момент силы какой-то действующей на рычаг, проверить условия равновесия рычага, найти работу силы упругости при подъеме у кого-то груза через неподвижный блок. Это вот те комплекты, которые сейчас пописаны в спецификации, и те лабораторные работы, которые могут под номером 18 быть. Сейчас повторюсь, что задание это может быть только по механике и по электрическим явлениям. То есть измерение силы упругости, измерение работы силы упругости, измерение, нахождение зависимости силы Архимеда, выталкивающей силы от объема погруженного ввода части ввода груза или электричества. Нахождение сопротивления, нахождение зависимости силы тока в зависимости от каких-то изменений в цепи. Это задание номер 17. Задание, которое проводится на реальном оборудовании. Сам ход проведения никак не оценивается. Оценивается именно то, что будет написано в бланке ответов. Нет, оптика может быть. Кто спрашивает про оптику. Нет, написано, что комплект заданий 5,7 не будет использоваться. 5,7 это тепловые линии, а 5 это колебания и наклонная плоскость. По спецификации приписано, что в этом году они использоваться не будут. А оптика в списке есть. Список лабораторных работ вы можете скачать на сайте FIPI, там, где выкладываются все новые версии, вы можете скачать кимы за этот год и там будет файл спецификации. В файле спецификации в конце будут вот такие таблички, как у меня было на одном слайде для комплекта номер 1 и прописано, для чего он может использоваться. Вот в таком виде на сайте FIPI в спецификации все выложено. Самих вид работ там не так много на самом деле. Там около 20 с чем-то их работ. Просто разные грузики может быть используются. Грузик номер цилиндр номер 1 нужно опускать в воду и измерять как будто задание цилиндр номер 2 нужно измерять в воду и запускать. А в самих видах лабораторных работ их не так много, особенно учитывая, что вот, например, задание там на наклонную плоскость в этом году вроде как не должно быть. Но оптика может быть. Еще есть какие-то вопросы по поводу 17-го задания? По поводу лабораторных работ. Если нет, тогда идем дальше. Задания номер 20 и 22 это качественные задания. Они представляют собой описание явления или процесса, для которого учащимся необходимо провести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явлений особенностей этого процесса и так далее. То есть это не нужно какие-то расчеты проводить сложные, нужно объяснить. Уровень сложности повышенный максимум оценивается в 2 балла. Первое задание из этих номер 20 привязано к тексту физического содержания. То есть там вопрос задается на основе этого текста. А 21 и 22 это уже самостоятельные задания. Качественные задачи содержат два элемента правильного ответа. Собственно, первый – это сам ответ, краткий ответ на этот вопрос. А второе – это пояснение. Пояснение, которое будет расписано и которое будет базироваться на знании свойств данного явления. При этом есть тоже два типа таких заданий. Если краткий ответ на поставленный вопрос предполагает выбор более чем из двух возможных вариантов, то даже если будет дан просто правильный краткий ответ без пояснения или с неправильным пояснением, то он может быть оценен в 1 балл. Во втором типе задания, если нам спрашивается, нужно для того, чтобы ответить на краткий вопрос, выбрать из двух вариантов. Например, понизится или повысится уровень воды, если мы что-то бросим с лодки. Или какого цвета красного или зеленого будет мячик, если мы на него будем смотреть. То есть если у нас есть выбор из двух вариантов, и мы должны выбрать всего один, то даже если будет правильный краткий ответ, но неправильное пояснение будет отсутствовать, оно же в 1 балл не оценится. Оно же ни во что не оценится. Оно будет поставлено на 0 баллов. То есть для задания второго типа нужно не только правильный ответ указать, но еще и как-то его обосновать. Что в принципе новично, потому что выбор из двух вариантов, выбрать да или нет, ну как-то не очень сложно. Может повести. Пример, задание первого типа. В каком климате, влажном или сухом, человек легче приносит жару? Ответ поясните. У нас есть выбор из двух вариантов ответа. И если выпускник наш просто напишет там влажным или просто сухом, без пояснения, или у него будет правильный ответ, но неправильное пояснение, он получит 0 баллов. Потому что для того, чтобы он получил 2 балла, должен был быть не только представлен правильный ответ на опрос. То есть человек легче приносит жару в сухом климате. Но еще и приведено обоснование этого ответа. Потому что влажность воздуха больше, поэтому чем больше влаги содержится в воздухе, тем быстрее придется теплоу от окружающей среди человеку, и тем медленнее идет испарение воды с поверхности тела человека. То есть человек рождается медленнее. Поэтому легче приносит жару в сухом климате. Соответственно, если будет написан просто правильный ответ, но неправильное обоснование, то это в 1 балл не оценивается. В 1 балл будет оцениваться, если представлен правильный ответ, а поставленный вопрос, но его обоснования не является достаточным. То есть достаточно подробно расписано, не указаны какие-то физические явления, законы, которые необходимо указать. Или представлены корректные рассуждения, но не сформулирован явно ответ. Или он правильный рассуждение, которое привели почему-то к неправильному ответу. Это оценивается в 1 балл. Соответственно, в 0 баллов оцениваются остальные варианты. То есть представлены общие рассуждения, которые ни к чему не привели, или представлен неправильный ответ на опрос, и рассуждения тоже не в ту сторону. Дошли или они отсутствуют, или даже ответ на опрос неверный, потому что мы выбираем из двух вариантов, при правильных рассуждениях. Это все оценивается в 0 баллов. И второй тип задания – это задание, когда у нас уже нет вариантов ответа. То есть нам нужно дать краткий ответ на поставленный опрос, но мы уже его не выбираем из чего-то. А этих вариантов у нас больше, чем 2. Пример такого задания вот на слайде. Мальчик рассматривает красный мячик через зеленое стекло. Какого цвета будет казаться его мячика? Объясните, наблюдаемое явление. Мячик будет казаться мальчику черным, потому что цвет мячика зависит от цвета, который выпадает в глаза наблюдателю, а мы рассматриваем его через зеленое стекло, соответственно, зеленое стекло отражает только зеленые лучи, а мячик у нас красный. Поэтому на месте мячика у нас будет черное пятно, потому что никакие лучи от мячика до глаза наблюдателя не дойдут. В этом задании у нас уже нет двух вариантов ответа. У нас может ответ быть черным, белым, зеленым, вкрапинку. То есть у нас нет ответа, уже невозможно угадать. Поэтому даже если будет правильный ответ, но неправильное отражение или отражение отсутствует, то выпускник может получить один балл за него. Теоретически, если бы здесь был бы ответ, выпускник написал бы, мячик будет казаться черным, и неправильно бы это обосновал, то он все равно получил бы один балл, потому что он дал правильный ответ даже при неправильном обосновании. И, соответственно, один балл также дается, если приведены какие-то разумные размышления, которые должны привести к правильному ответу, но почему-то этот ответ не получен, где он в виде не дан, не указан. Тоже дается один балл. И, соответственно, 0 баллов, если совсем не туда ввели рассуждение, и ответ мы стали неверным. Таким образом, у нас есть задание номер 20-22. Это качественные задания. Они бывают двух типов, и в зависимости от типа они оцениваются по-разному. Если нам в самом задании спрашивается, предполагается сделать выбор из двух вариантов, то тогда, если даже будет правильный ответ, краткий, но неправильное обоснование, это оценивается в 0 баллов. Если же в самом задании нет выбора из какого-то определенного из двух ответов, то даже правильный ответ при отсутствии обоснования или при неправильном обосновании даст 1 балл. Еще один пример задания номер 22, качественного задания, которое может быть 21-м, это по механике. В сосуде с водой находятся три бруска, которые в равновесии располагаются так, как показано на рисунке. Бруски сделаны из разных материалов, но имеют одинаковый размер. На какой из брусков действует наибольшая выталкивающая сила? Опять, чтобы правильно ответить на этот вопрос, нам нужно дать краткий ответ и факт обосновать. Обязательно написать 1 и 2, можно подряд писать, просто нам нужно, чтобы было четко выделено ответ на вопрос и его объяснение. То есть ответ на вопрос, что наибольшая выталкивающая сила действует на первый брусок, и обоснование о том, что в жидкости на каждый из брусок действует выталкивающая сила, которая зависит от плотности жидкости, ускорение свободного падения и от погруженной части. А у нас все бруски одинаковые, просто первый погружен больше. Значит, выталкивающая сила на него действует больше. Если бы, соответственно, у нас была бы другая задача, например, все бы эти тела были бы одинаковой массой, то мы бы уже написали, что у нас выталкивающая сила не действует одинаковая. Потому что, опять же, выталкивающая сила, когда тело плавает, будет равна сила тяжести, масса одинаковая, значит, сила Архимеда равна. Таким образом, наши ответы содержат, во-первых, ответ, а во-вторых, обоснование этого ответа. В обосновании включены те законы физики, на которых мы опираемся, когда его даем. В данном случае мы пишем формулу силы Архимеда и объясняем, почему у нас на первом брусоке действует алкер сила больше. Еще один пример качественного здания уже по электричеству. У нас даны два проводника одинаковой длины, сделаны из одного и того же материала, но разного сечения, включены посреди на цепь. В каком из них толстым или тонком, за одно и то же время выделится большее количество тепла. Это поясните. Тут у нас идет выбор из двух вариантов. Соответственно, чтобы получить максимальный балл, или даже, точнее, чтобы получить один балл, недостаточно будет выбрать толстого, нужного проводника или тонки. Нужно еще правильно обосновать. И в этом обосновании должны присутствовать формулы, на основе которой делается вывод. Должно присутствовать, что сопротивление проводника зависит от его длины. Она прямо пропорциональна длине проводника и обратно пропорциональна его толщине, площади по сечению. А с другой стороны, по закону Джоури Ленце, количество теплоты можно найти по формуле вот тут и поздно. Поэтому можно сделать вывод какой-то. Если бы просто ответить было бы указано в тонком проводнике, то это бы уже оценивалось в 0 баллов. Ну или, например, в тонком проводнике, но при этом в обосновании не было бы нужных формул, и там на пальцах что-то пытаясь объяснить, это уже тоже не оценивалось бы в 0 баллов. Потому что тут у нас выбор из двух вариантов ответа, поэтому нужно подробное объяснение. Мы теперь с вами подошли к расчетным задачам. Расчетные задачи – это последние три задачи в каждом варианте, с 23 по 25. Каждая из них оценивается в 3 балла, несмотря на то, что 23-я задача имеет повышенный уровень сложности, а 24-я – высокий уровень сложности. И для максимального оценивания каждое решение должно включить в себя данном. Должны быть записаны формулы, необходимые для решения задачи. Проведены математические преобразования и получен ответ путем каких-то расчетов на основании данных задач. И, например, хотел обратить внимание на то, что оценивание ОГЭ и ЕГЭ отличается. Например, в ЕГЭ нет требования, чтобы при оформлении расчетной задачи было дано. Там есть требования о том, что все физические величины, которые появляются в решении, должны быть описаны. То есть у проверяющих должно быть в сомнении, что именно как обозначено. Особенно если речь идет о каких-то нестандартных обозначениях, или там у нас индексы появляются, или обозначения, которые не из кодификатора. То есть в ЕГЭ требование такое, что физические величины должны быть обозначены. Должно быть написано, что они обозначают. Это можно, наверное, сделать, оформить это как дано. Можно на рисунке сделать, можно написать словами. М1 – масса первого шара. Например, или там х – это удлинение первой пружины. В то время как в ОГЭ требуется именно дано. То есть если нет дано, то один балл из трех уже теряется. Но при этом в ОГЭ нет требования того, чтобы все физические величины были бы описаны, по крайней мере, пока. То есть в ОГЭ не будут снижаться баллы, если, например, появится какая-нибудь физическая величина у, которая не особо понятно, что она обозначает. То есть, естественно, проверяющий момент, что обозначает наше Y. Но при проверке ЕГЭ за это сняли бы балл, потому что эта Y никак не обозначена, что подразумевается под ней, в то время как в ОГЭ такого требования нет. Но в ОГЭ есть требование, что должно быть дано. И оно должно быть обязательно. Александр Владимирович спрашивает про то, что если задача решена правильно, решение не в общем виде. Снимается балл? Нет. Решение может быть по частям. Сейчас будут примеры. Мы на этом остановимся тоже. Задача может быть решена не в общем виде, она может быть решена по частям. То есть найдены какие-то физические величины в процессе решения, потом поставляются формулы конечные уже, а не в формульном виде. То есть это все может быть, за это балл не снимается. Что вот именно необходимо должно быть в решении? Это, во-первых, дано, ну или краткое условие задачи. Второе, записаны все формулы, которые необходимы для решения задачи. Причем могут быть теоретически записаны даже некоторые лишние формулы, за это баллы не снижаются, даже если они записаны с ошибкой. Евгения Борисовна, дано в виде рисунка допускается? Нет. Лучше краткое условие задачи записать в виде стандартного дано. Рисунок будет не лишним, но лучше так, чтобы было прописано отдельно, что чему равно. Должны быть записаны все необходимые формулы для решения задачи. При этом, если будут какие-то лишние формулы, опять же, в отличие от ЕГЭ, балл не снимается. То есть в ЕГЭ балл снимается за лишние записи, то есть те записи, которые не отделены, не зачеркнуты, но при этом, которые не нужны в этой задаче, и как не используются, за это могут снять балл. В ЕГЭ опять же такого нет. То есть за лишние формулы, которые потом не используются, баллы не снимаются. Ну и тесно, что необходимо, чтобы были те формулы, которые нужны для решения задачи, которые потом бы в очистке преобразования произошли бы, был получен верный ответ. 23-й – повышенный уровень сложности, 24-й – высокий уровень сложности. Разделы могут быть любые. Как я уже говорила, 24-й и 25-е задания могут быть комбинированного типа. То есть они могут быть как из разных разделов физики, совмещать в себе два разных раздела физики, так и из одного раздела, просто из разных подразделов физики. Ну вот, кстати, дано в виде рисунка допускается на ЕГЭ. То есть в тот момент, когда нужно обозначить все физические величины, то теоретически там может не быть дано, но на рисунке обозначено там все, что мы вводим, как-то расписано, чему оно равно. А в 9-м классе стандартно краткое условие задачи должно быть написано. Первый пример задачи из второй части – это вот задача номер 23 по электричеству получается. Нагревательный элемент сделан из этих хромовой проволоки длиной 8 метров и площадью увеличенного сечения 5 квадратных миллиметров. Определите мощность потребляемого нагревателя при включении его в сеть в постоянном напряжении 10-20 вольт. У нас есть дано. В дано прописаны то, что у нас здесь на задаче, и еще константы. Которые взяты из константа, которые выдаются с каждым вариантом. И нам нужно найти мощность. Мощность мы можем найти по формуле. p равняется i на u. Сопротивление мы можем найти по формуле. r равняется удельное сопротивление на длину поделить на площадь приличного сечения. Подставив одно в другое, мы можем найти мощность. То есть, поставив r вот сюда, в первую формулу, мы получим общую формулу для мощности, подставим в нее наши значения физических величин и получим ответ, который мы запишем вместе с единицами измерения. При этом нужно, чтобы формулы, которые мы пользуемся, были бы в кодификаторе. Опять же, это не такое жесткое отрывание, как в ЕГЭ. Но все равно формулы, которые используются при решении задачи, они должны быть из кодификатора. То есть, если вдруг ребенок выучил эту формулу наизусть и ее запишет, то ему эту задачу не зачитут, потому что у него нет одной из основных формул, которая необходима для решения задачи, а именно формулы для мощности электрического тока и формулы для сопротивления. Пояснение к использовым формулам можно не писать. То есть, это мне написано для красоты, чтобы было подробнее и понятнее. По факту, если будет написано просто вот эта формула, вот эта формула, а вот эта формула, то оценка тоже будет та же самая, 3 балла, потому что здесь есть, во-первых, краткое условие, во-вторых, есть все необходимые формулы, тут их две, формула для мощности и формула для сопротивления, во-вторых, путем механических, математических преобразований получена формула прощательной мощности, поставлены значения сюда и получен ответ с единицами измерения. Единицы измерения на момент расчетов можно не вписывать, то есть требований такого нет. Опять же, мы могли написать 220 вольт в квадрате, 0,05 квадратных квадратных поделить на единицами измерения, но такого требования нет, нам нужно только, чтобы все это было в системе C и потом получать ответ с единицами измерения. И возвращаясь к вопросу про по частям и общую формулу, можно решать по частям. То есть можно было бы вот именно еще… А, нет, это нельзя же по частям, мы же R не знаем. Можно было бы здесь у нас R найти. Да, можно было бы сначала найти сопротивление, найти, сколько оно будет в Омах, а потом подставить его в мощности уже в качестве значения по частям. То есть по действиям вычислять можно. Да, баллы не снижаются. То есть можно было сначала найти сопротивление. У нас есть все, что для него. У нас есть удельное сопротивление, есть длина, и есть площадь увеличения насечения. Можно было бы найти в Омах значение сопротивления, а потом подставить его в первую формулу. Напряжение у нас есть, сопротивление мы нашли, получили ответ. То есть можно по частям решать, можно решать в общем виде, как вот здесь на слайде. Оценивается одинаково. Спрашивает Рахман Хасевич. Разве такие задачи не слишком простые для ОГЭ? Ну, задача из базы взята. То есть, возможно, даже она взята из демо-варианта этого или прошлого года, задача номер 23. Как я и говорил, 20-ти здания, оно немножко проще, чем 24-25-е. 20-ти это повышенный уровень сложности. И оно, в принципе, вот такое и есть. То есть базовый уровень сложности в основном – это одна формула. В девятом классе особенно. Повышенный уровень сложности – ну, вот тут у нас две формулы. Так, по действиям ответила. Промышуточные подсчеты можно не писать. Да, то есть у нас есть вариант решения, или мы решаем в общем виде, как вот здесь вот на слайде, или мы решаем по частям. То есть промышуточные подсчеты провели, нашли там сопротивление, подставили, получили ответ. То есть и то, и то возможно. Единственное, что при промышуточных, когда мы решаем по частям, у нас может получиться из-за округления какие-то погрешности в ответе. То есть ответ будет не совсем такой, как был бы, если бы мы решали в общем виде. Но это, в принципе, тоже допустимо. То есть отдельно прописывается, что если ответ получился несколько отличается от того, который должен быть, но это произошло из-за того, что решали по частям и округляли, то это допустимо. Особенно, если он не сильно отличается. Так, Светлана Викторовна. Получается, достаточно дано и просто решение, а не делать отдельно дано си решения проверки единиц вычисления. Так, из всего этого вот необходимо дано, дано решение ответа. Дано решение, а вычисление ответа. Си и проверка единиц, они желательны, но необязательны. То есть у нас есть то, что необходимо для получения максимального балла, и то, что будет удобно ученику, будет полезно сделать, будет подробнее, не ошибиться. То есть, естественно, если будет проверка единицы, там внизу прописана, там с сокращениями всего, что сокращается, у нас получится ваты, то это будет подтверждение того, что формула правильная. А если формула была неправильная, была проведена хорошая проверка единицы, получились, соответственно, какая-то ерунда, значит уже наш выпускник поймет, что что-то не так, и нужно перерешать. То есть это дополнительная проверка для него, как он правильно ли он формулу получил, правильно ли он считал. Но требования именно того, именно наличия этой проверки единицы в решении на ОГЭ нету. Сейчас нету, и на ЕГЭ, собственно, тоже нету. Можно оформлять, переводить как си с диасталобит си и перевести в единицу из милиции. Это просто нечего переводить, но если так привыкли решать дети, то, конечно, можно. То есть в систему си переводить надо. Можно перевести в дано, можно, если бы здесь было миливольт, 220 миливольт равняется 0,22 вольта. Или в отдельном сталке бы это сделали. То есть в систему си переводить надо. Проверка единицы хороша, но требований такого нет. И да, 23 номер всегда простой, потому что это с повышенной сложности. И оцениваться, несмотря на это, оцениваться в 3 балла. И это стандартная задачка номер 23. Какие-то еще вопросы есть? Тогда давайте дальше пойдем. Сейчас, секундочку. Этого 3 балла дается, если приведено полное правильное решение, включающее в себя краткое слое задачи, все необходимые уравнения и формулы, которые необходимы для решения этой задачи. В данном случае это была формула для мощности. П равняется и на у. Она вот так в кодификаторе выглядит. И формула для нахождения сопротивления проводника. r равняется ρl поделить на s. Выполнены необходимые тематические преобразования и расчеты, приведающие к правильному числовому ответу. Допускается решение по частям. Ответ должен быть соединительными изменениями правильно. Наталья Владимировна спрашивает, можно ли купить книги в электронном виде. Нет, в электронном виде мы книги не продаем, только в печатном виде. 2 балла дается за задание расчетно повышенной рассложности. Если у нас правильно записаны необходимые формулы, приведены вычисления, получен ответ, но допущена ошибка в записи краткого условия, или его нет, или в переводе в единице си. То есть неправильно был проведен перевод в си или не оформлено дано. Это как пример, за что можно снять балл. Или представлено правильное решение только в общей виде без каких-либо числовых расчетов. Получили конечную формулу, цифру не подставили, ответа нет. Минус 1 балл. Или записаны уравнения формулы, применение которых необходимо достаточно для решения задачи, но в математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка. Тоже понятно. Или при подсчете ошибся, или в калькуляторе не на эту кнопочку нажал, или неправильно посчитал. То есть формула правильная, а расчеты неправильные. Минус 1 балл. Если у нас записаны не все формулы, то есть, например, формулы для мощности есть, а для сопротивления нет, то это тоже оценивается в 1 балл. Или если записаны все формулы, но в одной из них допущена ошибка, потом решение приведено, который получил какой-то ответ, но из-за того, что в одной из формул был ошибка, с самого начала, ну, например, не знаю, мощности, первоначально написал, что это напряжение поделит на силу тока, то он может получить 1 балл, если доведет до конца с ошибкой, ну, что-то доведет. Ну и 0 баллов, соответственно, во всех остальных случаях. Еще один пример задачки. А, это у нас уже было. Сейчас я куда-то перелистнула не туда. Еще один пример задачки. Теперь из механики. Пуля массой 50 грамм вылетает из ствола рожей вертикальной 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 скоростью 40 метров в секунду, чем урана потенциальная энергия пуля через 4 секунды после начала движения. Сопротивление воздуха пренебречь. Это чистая механика, но задача на себя включает и кинематику, и закон сохранения. Оформлено как дано. Вот здесь происходит перевод в системе СИ. Ну, здесь прямо в одной строчке. Можно, в принципе, одним столбцом решать, можно где-то здесь написать. То есть главное, чтобы не забыть перевести в данном случае грамма в килограммы. У нас здесь краткие условия. Есть то, что нужно найти. И есть решение. Ой, я случайно нарисовала. Думаю, там видно. Опять, еще раз повторюсь, что вот эти пояснения, они не обязательны. Обязательны, но не обязательны. То есть, в принципе, можно было принять только формулами. И если посмотрите в демо-варианте, в образце решения, там, в принципе, только формулы есть. У нас есть формула для потенциальной энергии. Мы можем найти максимальную высоту подъема в момент времени 4 секунды, используя кинематику. Подставляем высоту h в энергии и находим, собственно, ответ в джолях. Опять же, можно было решить по частям. Сначала найти h, потом поставить уже готовую высоту в энергию и получить ответ опять в джолях. То есть, главное то, что необходимо, это у нас данное формула. В данном случае это вот формула для потенциальной энергии, формула для расчета высоты и правильный проведенный расчет. Можно без единицы измерения. Главное, чтобы все было в системе С с самого начала. И, соответственно, нам даст правильный ответ в конце. Также записан ответ и правильный ответ. Пример. Работа на 3 балла. Ну, собственно, тут все есть. То есть, единственное, что вот Си оформлено немножко по-другому. Перевод системы Си. Ну, у нас есть краткое условие и есть вычисление. Вот здесь есть даже то, о чем мы до этого говорили. Проверка единицы измерения, она вот здесь проведена. Но она не обязательно. Хорошо, но не обязательно. Решали по частям. То есть, сначала нашли H, потом нашли саму потенциальную энергию. То есть, по вот этой формуле подставили M, G, H. Единственное, что… Да, я тоже заметила, что здесь… Тут вот Наталья Юрьевна спрашивает про 9,8. Ну, на самом деле, мы всегда ее округляем, потому что у нас есть табличка с константами, она выдается ученику с каждым вариантом. И там прописано, что в среде констант G прописано 10 метров на секунду в квадрате. Но, видимо, за это снижать 1 балл, за то, что там ответ чуть-чуть-чуть отличается, ну, как бы несправедливо. Но вообще над этим задуматься выпускнику, ученику, девятикласснику вообще не надо. В заданиях ОГЭ G всегда 10 метров в секунду в квадрате. То есть тут есть все необходимое. Краткое условие, перевод в систему Си, решение, то есть две формулы. Вот потенциальная энергия, высота и правильный подсчет. Решение на 1 балл. Стоит оценивается в 1 балл, потому что неправильно идет ошибка в одной из первоначальных формул. То есть ошибка в формуле, в данном случае для высоты. Тут не учитывается, что у него была начальная скорость у этой пули. Поэтому неправильная формула для высоты повлекла за собой неправильный ответ, потому что там просто подставляется. Это неправильная формула. ЖТК радиополамбис скорости. Получен ответ, который неправильный. Но поставили 1 балл за то, что, во-первых, оформлено, там есть дано, есть ответ, есть расчеты. Но ошибка пошла из-за того, что одна из формул с самого начала шла с ошибкой. Если бы с ошибкой шли сразу две формулы, то есть, например, и МЖН было бы неправильно написано, то это уже был бы 0 баллов. Так как у нас с ошибкой всего одна формула и есть какое-то решение, работу оценили в 1 балл. Ну и в 0 баллов тут просто, можно сказать, ничего не написано. Входите, это правильно получился. Но никаких формул нет, ничего нет. А вот эта же задача, она немножко послежнит. Это задача номер 24. У нас есть шар. Два, точнее, два шара. Один движется со скоростью 4 метра в секунду, другой движется со скоростью 2 метра в секунду. Они совдаряются, начинаются двигаться вместе. Не упруго совдаряются. Определите, какое количество теплоты выйдет в результате совдарения. Это, в принципе, типичная задача номер 24. Она у нас по механике. И решение в себя должно включать. Опять же, дано. То есть краткое условие задачи. Потом необходимые формулы. Закон сохранения импульса. И закон сохранения энергии. Правильно приведенные математические преобразования. Получили окончательную формулу, подставили в нее численные значения, получили ответ. Вот здесь приведено решение по частям. Отдельно найдена скорость, в которой шарики вместе куда-то пойдут двигаться. И потом уже в полученную формулу для качества теплоты подставили уже это значение u, которое мы нашли отдельно. Теоретически можно было, ну, очень неудобно, конечно, тащить с собой и дальше этот от. Это u и получить общую формулу в качестве ответа, подставить туда все данные известной величины и получить тот же самый ответ 21,6 джоулей. проверки единиц измерения здесь не дано, потому что это не требуется. А первоначально у нас все было в системе C, поэтому перевода из системы C тоже нет. То есть это, в принципе, типичная задача номер 24, и она, опять же, не особо сложная. Пример задачи номер 25 – это у нас уже задачка комбинированного типа. Она уже на проверку знаний по разделу тепловые явления и по разделу электрические явления. С помощью нагревателя с сопротивлением известным нагревают молоко, включая естественное напряжение до 120 Вольт, за определенное время молоко сосуденно нагрелось на определенное количество градусов, определите по этим данным отдельную теплонукость молока. Опять первым делом записываем данную, все оформляем, переводим в систему C и в решении записываем необходимую формулу. То есть в данном случае это формула для нахождения количества теплоты, которая должна получить молоко для нагревания на ΔТ 55 градусов Цельсия. Потом это количество теплоты, которое отдает наш электрический нагреватель. Формула Джо Уля-Ленца. Подставили. Выразили отсюда отдельную теплоемкость и получили ответ. Если есть какие-то вопросы, замечания, пишите в чат. Опять примеры задачи номер 25. 24 и 25 равнозначны по сложности, они высокого уровня сложности, и обычно они совмещают в себя не формулы из разных разделов физики. В данном случае у нас есть формула тут механика и механические явления тепловыявления. То есть у нас самолет летит и при этом в нем сжигается топливо. На этом сейчас немножко подробнее остановимся, потому что дальше пойдут примеры решения задачи. У нас есть данное формуле. И задача такая, что у нас нужно найти количество керосина, которое расходует двигатель самолета, если он пролетит расстояние 500 км со средней скоростью 25 км в час. Известная полезная мощность его двигателей и известная КПД. То есть что нам нужно? Нам нужно вспомнить формулу для КПД, потом написать, что наша работа эта мощность умножена на время, количество теплоты – это то количество теплоты, которое выделит бензин, пересчитать время полета, потому что у нас дана… Мы можем найти в часах, в первоначальных часах, то есть нужно правильно учесть, что оно должно быть в секундах, подставить все это в первую формулу для КПД, подставить потом значение и получить ответ. Опять, пояснения не обязательны, проверка единицы измерения тоже не обязательна. Это решение, в принципе, на 3 балла, потому что здесь есть краткое условие задачи, и есть необходимая формула, да, с учетом КПД, и вот эти две, ну и для времени тоже, для нахождения, времени и движения равномерно. Подставлены, приоригенные преобразования получена формула, поставлены значения физических величин и получен верный ответ. Давайте посмотрим примеры реальных работ. Так, спрашивают про КПД, можно не писать 100%, ну, не можно это 100% и писать 0,25, в принципе, можно. Просто это 9 класс, в 9 классе все-таки в формуле там 100% пишется, именно в том смысле формуле в учебнике, в кодификаторе, поэтому и здесь написано, в принципе, если сразу написать КПД равно 25, то не думаю, что за это снимут один балл, потому что решение в начале будет правильно. Так, это решение у нас тоже полное. Тут у нас есть данное, есть формула для КПД, вот те две необходимые формулы, пересчитано время, при этом нет как такового преобразования, то есть подстановки вот этой формулы в числитель, этой в знаменатель, оттуда выразим M, просто написано словами, то есть подставим выражение для полезной затраченной работы в выражении 1 и выразим оттуда массу. Как мы написали словами, то это тоже можно. Получили формулу, подставили, получили ответ. То есть опять у нас здесь все есть. Есть условия, есть формула для расчета КПД, формула для штукориста теплоты колод, которая получается при сгорании топлива, формула, которая механической работы. Елена Александровна, в дано нет перевода в СИНУ. На самом деле в дано не требуется перевод в СИНУ, в смысле вот именно в требованиях, в оформлении. Там написано так, что должно быть краткое условие задачи. И один балл снимается, если неправильно переведены единицы измерения в СИ. Тут просто переводить измерения в СИ смысла не имеет. 250 км в час выражать в метрах в секунду, только потерять что-нибудь при округлении. Ну или тащить за собой дробь, и потом с ней ее писать. То есть тут, в принципе, вполне закономерное решение было выбрано. Мы находили время в часах. Сейчас, секундочку. Находили время в часах и потом перевели секунду. А, так вы имеете в виду киловатты. Ну, вы вот здесь, они уже в системе СИ. Но да, наверное, было бы лучше написать здесь равно, или там отдельно в столбике написать, что 2300 умножить на 10 третий ватт, или там 23 на 10 пятый ватт. Было бы так, наверное, нагляднее. Но так как у нас в формулу уже вставили эту мощность в системе СИ, то, в принципе, никакой ошибки я тут не вижу. Там в условиях для получения максимального балла не прописано именно, что нужно в системе СИ прямо в дано перевести. Там указано, что если есть ошибки в системе переводе, тогда, собственно, неправильный ответ получается, и тогда теряется один балл из-за этого. А так просто записываем краткое условие задачи. Но лучше в системе СИ удобнее. Обязательно писать рядом с буквой «это КПД». Нет, можно просто написать «это» равняется, собственно, формулу. Работа поделить тепло на 100%. КПД – это как пояснение, вот как закон сохранения запишем, запишем мощность. Это все украшает решение сделать его более понятным, но нет такой необходимости прямо писать. Можно было просто формулу написать. Так, в два балла вот такое решение оценили. А, потому что здесь в системе СИ мощность перевели, расстояние и скорость переводить не стали, но при этом не было чтено, что они это не сделали, и в результате в формулу пошло 250 км в час и 500 км. Ну, то есть подставили в формулу неправильные значения, потому что они перевели в системе СИ, из этого получили неправильный ответ, и за это потеряли 1 балл. Да, если бы здесь был подсчет и единиц измерения, проверка, то, наверное, если бы это сделали хорошо, то этот 9-кластик понял бы, что не сокращается секунды с часами, это бы его, наверное, остановило, и он бы что-то пересчитал. Но здесь этого не сделано. Очень неправильный ответ из-за того, что не были переведены единицы, не было чтено, что у нас расстояние и скорость не в системе СИ, поэтому неправильный ответ и только 2 балла. Здесь получен 1 балл, потому что тут, по-моему, нет формул для КПД. То есть среди тех требуемых формул, которые должны быть в перерешении этой задачи указаны, здесь нет формул для КПД. Чему она равна? И запутался выпускник в этом месте, что не ОВ, что не ОП, и поэтому здесь получил неправильный ответ, и в результате получил и в конце неправильный ответ. Так как была путаница именно в формуле, не в системе СИ, не в переводе, а именно в исходной формуле, то за это снизили 2 балла, получил выпускник 1 балл. И, например, еще здесь, например, лямбда, это подразумевается удельный тип от отгорания топлива. Но так как, несмотря на то, как бы он его не назвал, использовал он ее правильно, то на это, в принципе, за это бы баллы не снижали. То есть я неправильно обозначил, но по факту он для подсчета количества теплоты умножил эту величину, которую он правильно выписал из таблицы, что это удельный тип от отгорания топлива, умножил на массу, то есть Q не найдено верно. Он запутался в этой формуле, и поэтому получил неправильный ответ. Но из-за ошибки в формуле он потерял из 3 баллов 2. И еще один пример решения на 1 балл. Тут неправильно найдено время, тут получается 120 минут, и потом эти 120 минут пошли в решение. И, кроме того, нет формулы t равняется s поделить на v. То есть непонятно вообще, откуда это взялось. За это, собственно, баллы снизили. То есть, во-первых, в системе C криво перевел, поэтому неправильный ответ. Но если бы была формула, то есть t равняется s поделить на v, то была бы всего одна ошибка с этим переводом C и неправильным ответом. Тогда сняли бы всего 1 балл. Но тут и нет формулы исходной, поэтому и сняли 2 балла. Остался всего 1. Ну и решение на 0 баллов. Тут что-то непонятно написано. Еще пример задачки номер 25 на снос нового механика и тепловое явление. Два одинаковых мерных шарика получают одинаковую энергию. Знаете, чего? Первый нагрелся на 8 градусов, осталась неподвижным, а второй не нагреваясь приобрел к некоторой скорости. Какова эта скорость? Ну, учитывая, что у них приобрели одинаковую энергию, приравниваем эту энергию, которая пошла в одном отношении, когда нагревание у другого в кинетическую энергию перешло. Учитывая, что массы одинаковые сокращаем и, собственно, выражаем скорость. И вот, как мы видим, задачки, даже 25-24, они на самом деле не сильно сложные. То есть они вполне доступны для решения детям. Ну, и вот напоследок задачка несколько посложнее. Если я на ней останется, не буду, потому что отсаживаемое заканчивается. Но если вам интересно, потом можете скачать презентацию, там все будет. То есть это вот задача. Опять же, стандартная задача номер 25, где спрашивается, про чайник нагревается, у него есть КПД, у него есть энергия, которая выделяет электроплитка, у него есть та энергия, которая получила вода, и все это нужно аккуратно посчитать. Это пример решения такой задачи. Как видите, в этом образце, это образец, по-моему, из него варианта, тут нету никаких пояснений. И при этом это все верно. То есть это решение, которое оценивалось бы на максимум. Смотря на то, что тут нету никаких пояснений, о том, что там КПД это, или там это тепло, которое потребовалось в воде для нагревания на дельта Т. То есть без пояснений нету, есть только формулы, которые правильные формулы, есть дано. Есть, кстати, КПД записано сразу не 80%, а 0,8, и поэтому у нас 100% не тянется ниоткуда. Получена окончательная формула, поставлены физические значения и получен верный ответ. Ну, в принципе, хороший вопрос. Но, опять же, повторюсь, это по-моему, из него варианта. Поэтому я бы все-таки написала о том, что так как у нас соединены они последовательно, поэтому у нас внизу появляется 2. Потому что у нас 2 спирали последовательные, поэтому общее сопротивление 2r, поэтому здесь появляется 2r. Ну, здесь вот не расписано, но, видимо, на потерю одного балла такое непояснение не тянет. Основная задача решена правильно. Ну, да. Но балл не убрали. Не убрали. Это и, по-моему, из него варианты. Ну, только не этого года, а одного из предыдущих лет. Ну, видимо, потому что, может быть, требование от этой формы, требование вот этого объяснения, почему у нас 2r нету в критериях оценивания. То есть, может быть, там расписано, что необходимо, что должно быть написано там. То есть, формула для КПД, формула для того, как найти количество теплоты, которое необходимо для нагревания воды, формула для работы электрического тока. Ну, вот нюанс остался тем, что почему у нас из 10, он получается 20, тут не расписали. Ну, на самом деле, да, лучше это написать. Ну, или хотя бы там r общая равняется 2r, хоть в таком виде. Примеры задачи закончились, с того у нас небольшие выводы. Итак, при оценивании расчетных задач, если отсутствует запись краткого слоя задачи, то максимальный балл не выставляется, то есть, теряется как минимум 1 балл, если нету дано. Если в работе допущена ошибка в определении исходных данных по графику, рисунку и таблице, но остальное решение выполнено полно и без ошибок, то максимальный балл не выставляется. Опять же, теряется 1 балл. Такие задачи на самом деле не очень часто появляются, где нужно по табличке, по рисунку найти, особенно в второй части, но они тоже есть. То есть, если по рисунку нужно было найти скорость, по рисунку в зависимости пути от времени, эта скорость найдена была криво, чтобы… неправильно, чтобы валял класс с собой неправильный ответ, то максимальный балл не выставляется. В принципе, логично. Если в решении задачи записано утверждение закона или формулы, которые затем не используются в ходе решения, то ошибки в этих записях не влияют на оценивание и не являются основанием достижения оценки. Это разница между ЕГЭ и ОГЭ. В ЕГЭ лишние записи считаются ошибками, поэтому там нельзя оставлять ничего не отчеркнутого или не отчеркнутого, потому что это могут посчитать лишними записями, которые не нужны для решения сдачи. В ОГЭ такого нет. Ну и хорошо. При решении сдачи с развернутым ответом не требуется записи каких-либо комментариев об использовании в законах физики, и формулах, и проверке полученного ответа в общем виде по единицам измерения входящих в нее величин. Это, собственно, то, что прописано на сайте FIPI. То есть проверка единиц измерения вот сейчас не обязательна. Может быть, в следующем году, через год, еще станет обязательна, но пока нет. При решении задачи по действиям в ответах по множественных вычислений отсутствие указания на единицы величины не считается ошибкой. То есть, если мы решали по частям и находили условное сопротивление, как в первой задачке, записали чему на равно, не указали, что он измеряется в ОМах, это даже не сочетут ошибкой. Четвертое. Отсутствие промышлительных этапов между первоначальной системой уравнения и окончательным ответом, то есть при призывании, может служить основанием для снижения на 1 балл, если только не расписано словами, что там произошло. То есть выразим из второго выражения массу и подставим в первое выражение. Или подставим найденные формулы, вот эту вот в третью формулу и получим ответ. Пятое. Если представлено решение другой задачи, в том числе определяется значение другой величины, то решение оценивается на 0 баллов вне зависимости от полноты и правильности записи. Ну, в принципе, понятно, что имеется в виду, что если спрашивается у выпускника нашего, там, высоту он нашел угол или еще что-то, то это уже не оценивается. Хотя в ЕГЭ там немножко другие правила. Итого, мы с вами обсудили все критерии оценивания решений в задании с 17,20-25. Мы поговорили о том, на что нужно обратить внимание нашим ученикам, чтобы они не забыли записывать это в ответы, чтобы не потерять баллы по своей какой-то неорганизованности, скажем так. То есть в 17-м задании нужно обязательно указать абсолютные подвески измерения, которые взять из условия задачи. В расчетных задачах нужно обязательно сделать краткие условия задачи. Ну, обычно это дано, это все делается. Нынче просто потеряешь балл, дальше перешивая задача, потеряешь балл на том, что не заняло бы много времени. И последнее, что я хотела сказать. При заказе книжек, возвращаемся к нашим книжкам, при заказе книжек с нашего сайта вы можете заказать их со скидкой. Скидка 30% по промокоду, который вы видите на слайде. Промокод действует до 31 января 2024 года. И вы можете оформить заказ. А, еще забыла сказать, что мы сейчас с вами говорили про задания с разнообразным ответом для 9 класса. И наше издательство готовит книжку, которая будет посвящена именно заданиям с разнообразным ответом ОГЭ, где будут приведены примеры решения, подробные, где будут приведены образцы, заполнения, правила оформления, рассказы, критерии оценивания, задачи с вами данные для спасательной работы с решениями. Мы сейчас готовим ее к выпуску, но где-то весной. Я надеюсь, она выйдет из печати. Нет, сейчас в наличии у нас есть похожая книжка для ЕГЭ, которая уже говорила. Да, она у нас есть, задание с разнообразным ответом для ЕГЭ. Она доступна и у нас на сайте, вы можете заказать, вы можете заказать ее на каких-то других сайтах в интернет-магазинах, вы можете в рочных магазинах в вашем городе ее купить, ну, ее и другие книжки нашего издательства. Ну, и кроме того, можете со скидкой заказать ее и другие книжки наши в течение недели на нашем сайте. Скидка у вас на экране отображается. Спасибо большое за внимание. Если больше нет никаких вопросов, а я вроде не вижу никаких вопросов в чате, была очень рада с вами всеми увидеться. Если вам интересны наши вебинары, которые уже прошли, вы можете их найти у нас на сайте в разделе вебинары. И, кроме того, там же через некоторое время появится запись этого вебинара, ссылка на YouTube, и также вы там сможете скачать презентацию, которую я сегодня показывала. Спасибо большое за внимание. До свидания.